Одной из главных тем международной конференции стал интегрированный подход к выполнению проектов. Государственная нефтяная компания Азербайджана провела презентацию, посвященную этой теме. Представитель СОКАР рассказал о реализуемых проектах, в числе которых модернизация существующих нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических мощностей. В их числе бакинский МПЗ имени Гейдара Алиева, где через несколько месяцев будут отобраны ИПСИ-контракты. В самом начале работы по реконструкции и модернизации МПЗ имени Гейдара Алиева СОКАР и КБР создали совместное предприятие, основная цель которого – управление проектами. В то же время госнефтекомпания СОКАР выступает консультантом нефтеперерабатывающего завода. На заводе будут построены порядка четырех установок, в том числе четыре установки будут реконструированы. В этом проекте также участвует СОКАР КБР. Один тендер на определение подрядчика ИПСИ по реконструкции и новым установкам будет завершен к концу года, а другой – в начале следующего. Средства по мере необходимости привлекаются из Государственного нефтяного фонда. Точная стоимость проекта станет известна по завершении тендеров. Строящаяся битумная установка будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Проект планируется завершить и сдать в эксплуатацию к концу 2020-го – началу 2021 года. На заводе будут производить топливо, отвечающее стандартам Евро-5. Кроме того, Азербайджан в скором времени приступит к реализации полиэтилена высокой плотности. В настоящее время идет строительство самой установки, производством которой занимается производственное объединение «Азерийхимия». Как ожидается, работы будут завершены к середине 2018 года. Будучи производственным объединением «Азерийхимия», мы за счет собственных специалистов и при поддержке КБР и ТИКНИП завершили проект и теперь в состоянии беспрерывно обеспечивать сырьем и водородом установку по производству полипропилена. Для этого мы повысили мощность колодной установки по производству полипропилена со 130 тысяч тонн до 190 тысяч тонн в год. Повысить уровень производства удалось за счет расширения объема специальных емкостей внутри самих установок. Проект был осуществлен при содействии международного концерна «Зульцар». Наряду с этим уже работает в полную силу установка по производству высокоочищенного водорода. При этом сырье для заводов в Сумгаидском химико-промышленном парке закупают в Бакинском МПЗ имени Гейдара Алиева. Кроме того, на производственном объединении будут установлены специальные очистительные установки, которые позволят очищать полученный сухой газ, а пневматическая система управления на объединениях «Азерийхимия» будет заменена на новую автоматическую, в связи с чем идут работы совместно с ТИКНИП. Все работы планируется завершить к 2019 году.